В водном плену вновь в непогоду оказались жители микрорайона Пальмира в Махачкале. Дождь лишь усугубил ситуацию с засоренным коллектором. Канализационные истоки потекли по улицам, затопили дома местных жителей. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы разобраться в причинах. О многолетней боли жителей микрорайона расскажет Любава Маслова. Жители первого госпромного тупика утром просыпаются, встают с кровати и сразу надевают резиновые сапоги. Вода зашла на первые этажи домов, затоплен двор про улицу и говорить страшно. В этом доме под воду полностью ушел кухонный гарнитур, мебель. Стоки вплотную подошли к окнам. И такая ситуация на всей улице. Жители оказались буквально заблокированы внутри собственных домов. Если нет машины, даже в магазин за продуктами и питьевой водой не выйти. Не едут сюда ни доставка, ни такси. У всех школьников в таких условиях никуда не выйдешь. Поэтому приходится не ходить в школу, не ходить в садики. Поэтому такая экстренная ситуация. Власти, будьте добры, обратите на это внимание. Потому что здесь, если так же будет продолжаться, мы вообще утром. Это не дождевая вода, а канализационные стоки. Еще 10 дней назад до непогоды по улицам стали течь зловонные ручьи. Всему виной забитый строительным мусором канализационный коллектор. По одной из версий, расположенный рядом с ним участок, стали расчищать. Отходы сбрасывали в коллектор. Полил дождь. Ситуация в разы ухудшилась. Сейчас установляется факт, кто его забил. Материал сегодня должен быть отдан в отдел дознаний Ленинской ОВД. Мы хотим, как говорится, это тоже дело не оставить. Потому что все, и администрация города, и администрация района, все знают об этом, что этот коллектор забит. Козяхмед Амиралиев живет здесь больше 15 лет. С болью смотрит на погибшие цветы, деревья и урожай. Вода уже не впитывается в почву. Залила и курятник. Птицы спасаются на высоких насестах. В котельную невозможно зайти. Даже мужчине воды по грудь. Он опасается. Малейшая искра может вызвать короткое замыкание и пожар. Раньше отсюда протекало туда. Оттуда Ахгель. После Ахгела, значит, на море вытекало. А вот это, вот это кошмар впервые. Вообще-то в этом здесь. И в тот раз тоже наступило оно все. Теперь это есть, начиная от халвы, где вот этот магазин. И кончая, все это поселок будет тонуть. Улицы превратились в реки. На легковых машинах не проехать. Проходят только габаритные джипы. Не помогают ни насосы, ни баррикады. Воду заливает обратно. Мэрия, органы прокуратуры, органы МВД должны решать, установить виновных, чтобы предыдущие не повторялось. И со временем этот коллектор, когда очистим, его нужно, его нужно огородить. Огородить, чтобы такого не было. Администрация города обратила внимание на проблему. Столичные коммунальщики очистили дождевой коллектор в районе новостроек. Канализационный должны очистить во втором этапе. Однако добраться до него пока невозможно. В песке и грязи вязнет даже трактор. На данный момент коллектор от грунтов и строительного мусора освобожден. Также необходимо произвести мероприятие по очистке коллектора канализационного. Диаметр дешевого 100 мм проходящий до микрорайона Пальпира. Жители микрорайона надеются на милость природы. Если закончится дождь, техника сможет расчистить коллектор. Однако, если погода не улучшится, уровень воды будет подниматься выше и выше. А если ударят морозы, Пальмире придется совсем туго. О том, как в корне переломить ситуацию, обещали рассказать в мэрии столицы. РГВК Дагестан будет следить за развитием событий. Любовый Масловый, Свет Кутив, Рамазан Амаров. Время новостей.